Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Меню Недели, где я рассказываю, как экономить время, силы и деньги на кухне. Сегодня я поделюсь проверенным рецептом омлета на сковороде. Это одно из самых простых и спасительных блюд, если хочется быстро и вкусно накормить семью. Количество и состав ингредиентов можно менять по вкусу. Сегодня я приготовлю один из самых любимых вариантов омлет с луком, сосисками и помидорами. Для начала очищаю белый лук и очень мелко его нарезаю. Чтобы не плакать при чистке, луковицу кладу в холодильник на несколько минут или держу под холодной водой. Также можно воспользоваться классическим способом и ополоснуть холодной водой нож. Нагреваю на сковороде немного растительного масла и отправляю туда луковицу. Огонь не должен быть очень сильным, чтобы ничего не пригорело. Сосиски нарезаю на колечки, но можно нарезать и кубиками, если так больше нравится. Вместо сосисок можно взять нарезанную на маленькие кубики грудинку, но жарить ее нужно дольше, пока не выплавится жир. Теперь нарезаю помидоры сначала пополам, затем каждую половинку на ломтики и затем все ломтики на кубики. Кусочки помидоров отправляю к чуть поджаренным сосискам и луку. При необходимости помидоры можно заменить ложкой томатной пасты, а зимой вместо свежих можно взять маринованные помидоры в собственном соку, но я все же предпочитаю свежие. Во Франции в такой омлет еще часто добавляют вареный картофель. Можно использовать вчерашний, получается еще сытнее. Пока на сковороде все жарится, разбиваю яйца в небольшую тарелку, добавляю молоко и взбиваю вилкой. Молока можно добавить больше или меньше по вкусу. Перемешиваю содержимое сковородки и выливаю туда яично-молочную смесь. Сверху можно посыпать тертым сыром или положить тонкие ломтики сыра. Для омлета подойдет любой сыр, но можно использовать и мягкий плавленый сырок. Накрываю омлет крышкой и оставляю буквально на 5-10 минут до готовности яиц. При подаче просыпаю омлет зеленью. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять рецепт. Видео, которое я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Чернинко. Удачи!